Первый гоночный день регаты прошел накануне. Сочи встретил яхтсменов из более чем 50 городов, теплой погодой, хорошим ветром и спокойным морем. В гонках участвуют 8 классов яхт. Для участников выделены две дистанции, на которых проходит по три гонки в каждом классе. Первая дистанция рассчитана на швертботов, вторая для скоростных. Одна находится у нас с левой стороны от яхт-клуба, другая с правой стороны. И у них конфигурация немножко разная. То есть, если у быстроходных она имеет петли, то на дистанции у тихоходов она имеет трапецию. У нас две дистанции по кругам. Есть три круга, есть два. Естественно, мы на старте оповещаем всех, сколько кругов надо ходить. Но вот вчера, к сожалению, спортсмены путались. Вместо трех кругов многие финишировали после двух. На этом много проигрывали. Такую ошибку в первом соревновательном дне допустил экипаж сочинской спортсменки Дарьи Ивановой. На Накро-17 она шкотовая и управление трехпарусным катамараном ложится на ее плечи. Но главная проблема в том, что этот класс яхт не финансируется и участвовать в соревнованиях приходится за свой счет. Поэтому для гонщиков на этой яхте важно получить титул чемпиона. Вчера был сложный ветер и вчера очень большой был фактор везения. Вчера шли первые, но, к сожалению, пошли на финиш, а нужно было еще одну петлю. То есть у нас такой стайл – даем фору. Первый день мы даем фору. Пока лучшие результаты показывают яхтсмены из Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Москвы. Но впереди еще четыре гоночных дня. 31 октября состоятся медальные гонки, на которых выступят только 10 сильнейших яхтсменов. Для участников этот чемпионат означает не только борьбу за медали, но и за возможность принять участие в гонках во Франции и затем попасть в состав сборной России.